Всем привет! Смотрите как создать программный LVM Raid в операционной системе Linux и как восстановить данные с LV Raid 5 при случайном удалении или поломке нескольких дисков. ЛВМ Raid – это способ создания логического тома LV, который использует несколько физических дисков для повышения производительности или устойчивости массива к сбоям. В LVM физические диски PV состоят в одной группе томов . Надежнее все же использовать MD Raid, но если вам нужно мигрировать с обычных накопителей на Raid без размонтирования файловых систем, этот способ построения будет кстати. Размещение информации с блоками данных логических томов на физических дисках определяется типом Raid. Детальнее об уровнях массивов вы можете посмотреть в отдельном видео, ссылку я оставлю в описании. LVM Raid использует драйвера DeviceMapper и Multiplayer Device из ядра Linux. DM используется для создания и управления видимыми устройствами . AMD используется для размещения данных на физических устройствах. LVM создает вскрытые логические тома расположенные между видимыми разделами и физическими устройствами. Далее я покажу как создать Raid 5 на пяти жестких дисках собранных в одну виртуальную группу логических томов. Чтобы создать LV Raid используйте команду LVCreate. Если на вашем ПК еще не установлен менеджер логических томов сперва нужно запустить установку. Подробнее смотрите в предыдущем видео. Устанавливаем менеджер sudo apt install lvm2. Входим под рутом чтобы постоянно не вводить пароль sudo i. Затем размечаем диски с помощью дисковой утилиты или терминала. Просто указываем файловую систему и форматируем. В терминале используйте fdisk. Прежде чем продолжить убедитесь что вы указали нужный диск, так как вся информация будет затерта. Вводим end новый раздел, p основной, первый раздел, затем enter, enter. Чтобы подготовить раздел для использования LVM вводим t изменить тип раздела, а затем 8e присваиваем тип lvm. Проверяем настройки раздела p. После успешной операции появится раздел sdb1. Записываем изменения w. Таким образом делаем разметку всех неразмяченных дисков. Далее чтобы создать физический том LVM на только что добавленном разделе вводим команду pvcree и повторяем ее для каждого из дисков. И собираем диски в группу с помощью команды wgcree, где wg1 это имя новой группы томов. Чтобы создать программный RAID 5 в виртуальной группе LVM введите следующую команду, где n дает имя томов. Тип RAID 5 указывает тип массива L определяет размер логического тома, в данном случае 10 GB. I указывает количество устройств, которые будут использоваться для хранения данных. Сюда не входит дополнительное устройство для хранения блоков четности. Число должно быть 2 или больше, так как минимальное количество дисков для данного типа 3. И wg1 указывает с какого тома или в нашем случае группы получить пространство. На этом процесс создания RAID окончен, осталось его отформатировать и смонтировать. Форматируем в x4, имя группы и имя тома и монтируем. Вот и все том смонтирован. Для проверки статуса LVM RAID выполните такую команду. На экран будет выведена информация из каких устройств он состоит и к какой группе он относится. А если вы вдруг случайно удалили важную информацию с LV RAID массива, вернуть его вам поможет программа HATMAN RAID RECOVERY. Данная утилита поддерживает восстановление утерянных данных почти со всех известных RAID. С ее помощью вы без труда вернете утерянную информацию. На данный момент нет дистрибутива программы HATMAN RAID RECOVERY для операционной системы Linux. Но она поддерживает файловые системы, используемые в Windows, macOS, Linux и Unix. Программа исправит любые ошибки логической структуры жесткого диска и вернет ее содержимое. Запустить программу на операционной системе Linux можно с виртуальной машины, установить Windows второй операционной системой или подключить диски к компьютеру с уже установленной Windows. Как видите программа автоматически нашла и определила параметры LVM RAID. Внизу отображать всю известную информацию о массиве. Для дополнительной информации кликните правой кнопкой мыши по диску и откройте свойства. На вкладке RAID можно посмотреть из каких дисков он состоит. Еще здесь указан ID диска. Размер блока и их порядок. Данная информация будет полезна при ручном построении в RAID конструкторе, поэтому при создании RAID нужно запомнить все его параметры. Чтобы восстановить ваши данные сперва выполните быстрое сканирование. Жмем по диску правой кнопкой мыши открыть быстрое сканирование. По завершению процесса программа отобразить найденную информацию в правой части окна. Удаленные файлы помечены красным крестиком. Если быстрое сканирование нашло нужной информации выполните полный анализ. Далее отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Выберите место куда их сохранить и еще раз восстановить. По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Даже с двумя нерабочими дисками программа определила тип RAID и отображает всю известную информацию. После быстрого сканирования программа нашла часть данных. Большинство из них повреждены. Выполним полный анализ. В результате программе удалось найти больше целых файлов. Отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место куда их сохранить и еще раз восстановить. По завершению все файлы будут в указанной папке. Если программе не удалось автоматически определить ваш RAID воспользуйтесь конструктором. Здесь нужно подробно знать всю информацию о нем. тип, порядок блоков, размер блока, сколько байт в секторе, указать диски из которых он состоял и их порядок. LVM является одной из множества технологий Linux которая позволяет достичь большой гибкости в управлении дисковым пространством. Эта функция объединенная с RAID дает хорошую защиту от потери важной информации, простой способ хранения, управления и совместного использования данных. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Пока. Пока.